Владимир Владимирович, скажите, у Вас свой катер, наверное, не служит? У меня база «Лодочный оптимист». Сколько лет? Небольшой такой водный формат. Где-то 15 лет она существует. Где-то же первый год. Это уже под моим руководством. А так она существует с 2010 года. Ну, какая мощность? Сколько? Ну, там около 115 катеров. У меня катера большие, воды измещающие. Не знаю. А где она находится? Находится она прямо около 2-й Садовой. 2-й Садовой немножко не едет. Напротив нее комбинаты. Ну, это и база была когда-то организована. Ну, сейчас у Вас вопрос стоял, что... Ну, у Вас... Нас будут переносить. Я вот выскажу на одно общее мнение. За 8 лет наших переговоров... Это, по-моему, первый раз был такой вот у нас... Положительная встреча первая. Да, встреча первая. И действительно, которая дала результаты. То есть нам Вячеслав Викторович обещал поддержку всяческую. Что у нас раньше не было. И финансовую, и с документами поддержку. Ну, короче, мы очень довольны. Я вот так вот. Мне вот все правильно, да? Какой вопрос? Ну, по крайней мере, нас туда не пустили, нашу сегодняшнюю группу. Какой состоялся разговор? Что-то... Куда переносит? Переносит нас на два места. Есть сейчас пока рассматриваются два места. Улишит и Юриш. Улишит и переносит три базы. А на Юрише обещали построить эстакады. И перенести туда все остальные базы. То есть, если на эти два участка все сделают, как нам пообещали, то есть вопрос будет закрыт, на счет Юриши. То есть, никто не в обиде... Все будут рады, да. Ну, во-первых, не домико. Ну, пускай, конечно, есть расстояние, но это все-таки не где-то над Запином, на Зеленом или еще где-то. Доступно все, шаговая доступность. У нас люди все, в основном, пенсионеры, так сказать. Ну, видели, вот, что здесь стоят. Вячеслав Викторович, что непосредственно сказал вам? Вячеслав Викторович сказал то, что давайте разрабатывайте, работайте над планами. Все, говорит, с моей стороны будет поддержка, говорит, полнейший. Финансовая и документальная. Конфликт исчерпан, вы довольны, правильно? Да, то есть, ну, он еще насчет квинтеров, конечно, сказал, что лодки это не роскошь, ничего, это образ жизни. То, что у нас по статистике, по статистике лодочников больше всего в Саратове, чем по всей Ролге на душу населения приходится. И то, что нельзя уничтожать, то, что было создано когда-то, что люди отдыхают. Хорошо. Ну, замечательно, кажется. Спасибо вам большое.